По просьбе наших подписчиков снимаем второе видео по поводу преобразователей. Значит преобразователи понижающие в данном случае на базе микросхем 4015 и 2596. Смотрите что происходит китайские сволочи вот 2596 это понижающий преобразователь то есть на вход можно подавать 36 тире там по-моему до 45 вольт не верьте если пишут 40 там по дата шету по дата шету 2596 до 45 вольт по моему принимает до 47 до 47 а на выходе соответственно регулируйте сколько хотите вот этим резистором который находится внизу в обратной связи по земле микросхемой насколько я помню. Смотрите китайцы туда дают вот такой вот радиатор вот он стоит я его поставил он на гелевой пасте я ей не доверяю этой гелевой пасте я всегда вообще применяю настоящую пасту КПТ-8 я вам ее показывал где-то она у меня тут лежит я только что ей мазал микросхему. Теперь смотрите не верьте вот вот стоит этот радиатор вот он но это до токов до 1 ампера то есть если у вас до 1 ампера то на этой микросхеме будет где-то в районе 40 градусов. 50 градусов ну допустимых до микросхемы там 100 градусов потому что это кремниевая микросхема там посмотрите сколько идет температура распада кремния ну короче по 100 градусов микросхемы грелись это не есть хорошо. Значит вот эта микросхема хорошо работает на ней 40 градусов если токи заряда не больше 1 ампера ну полтора ампера. Ну если вот я сейчас сегодня поставил литий-ионный аккумулятор заряжать сборку из нескольких аккумуляторов там у меня ток пошел 2 ампера она на вот этом радиаторе начал сильно греться я стал ее пробовать если пальцем чувствуете что не можете удержать значит это не меньше 80 градусов поэтому процесс заряда был остановлен и соответственно установлена вот на плату вот такой радиатор вы видите радиатор с компьютера со стационарного компьютера ненужный вот сравните размеры вот тот радиатор что предложили китайцы вот этот что поставил я значит этот радиатор интересен вот я его поставил и значит и затянул чтоб он не отваливался пластиковой пластиковым стяжкой пластиковой вот так здесь залил пистолетом вот этим вот пистолет пластиковой пластиковый западом не осаживалось между радиатором индуктивностью выходной проложил изоленту на всякий случай он греется кстати это выходной lc цепь выходная она греется то что так через нее идет вот такой радиатор как я сейчас поставил друзья мои вот более-менее вот он потянет ток 3 ампера этот радиатор вернее микросхема на нем будет нормально жить и отдавать теперь смотрите китайцы когда делали эти модуля идиоты косоглазые идиоты блин вот посмотрите что они сделали по схеме как вам такое планирование схему смотрите вот у нас стоит конденсатор на входе тут lc цепь стоит rc цепь фильтр стоит вот здесь стоит тоже lc цепь на выходе но зачем они рядом с микросхемой которая будет греться ставят конденсатор это в корне неправильно если даже вот этот радиатор будет греться вот эта микросхема будет сильно вот этот конденсатор будет сильно разогреваться осен будет сильно греться он потеряет свою емкость в конце концов замкнет выйдет из строя есть такое впечатление что не эту плату делали специально чтобы она со временем как можно быстрее вышла из строя обратите внимание как вы видите здесь вот 50 вольтовый конденсатор стоит вот 50 вольт потому что здесь 47 на входит тем более до 47 но могли бы поставить здесь побольше по напряжению конденсатора хотя бы 63 сюда надо ставить конденсатор чтобы хотя бы дважды был запас по напряжению теперь на выходе у нас с конденсатор стоит 36 вольт но в принципе допустимо потому что я в принципе беру эту микросхему делаю для 12 хотя тоже она дает до по моему 28 вольт то есть если по-человечески я со временем эти кондеры поменяю вот сюда соответственно растут на выходе до 28 вольт я поставлю 63 вольтовые сюда тоже 63 вольтовый потому что запас по ямкостям заполните по отношению к постоянному напряжению должен быть минимум в два раза на случай скачка там прыжка и так далее вот значит они идиоты поставили здесь вот этот элемент хотя могли бы плату стрессировать так чтобы вот эти два конденсатора фильтрующих были где-нибудь стороне вот здесь бы и место бы здесь вполне хватило два конденсатора мы сюда поставили индуктивность здесь все нормально микросхему на бок куда-нибудь господи с этим ее радиатором чтоб она там грелась охлаждалась все такое но видите нет сделали идиоты через задницу поэтому что мы сделали смотрите я взял убираем вот частот что будем заряжать я взял эту конденсатор снял вообще с платы вот поставил его на снаружи прилепил его пластиковым пистолетом к резистору который не греется понимаете и соответственно конденсатор находится на нормальном расстоянии вот от радиатора где-то здесь у нас сантиметра полтора он не будет греть его этот радиатор вот вот такое решение в принципе нормально то есть я просто взял и длини вот контакты конденсатора убрал его оттуда когда я убрал этот конденсатор стала возможность поставить вот такой большой хороший радиатор вот он он легкий он такой большой видите у него такая конфигурация компьютерная то есть он хорошо охлаждает больше лучше чем вот эти большие которые него не сечений сделаны эти видите сделаны из сечений вот этому радиатору можно верить вот этот радиатор потянет у нас ток зарядки и 3 ампера и 4 потянет то есть он будет греться не сильно проведем тест крэш посмотрим нагрузим максимум что было 3 ампера микросхема пропускала ток заряда и посмотрим сколько будет температура на радиаторе вот такое видео вам про идиотов китайских которые вам планируют платы так чтобы они выходили из строя посмотрите вот допустим любые ноутбуковские платы любыми платы сделаны людьми с мозгами у них все конденсаторы вынесены подальше от греющих элементов потому что емкость это кстати вот есть такой прибор я вам показывал и ср тестер для измерения конденсатора вот тут что я прошлом видео показывал делали на нем повышающий стабилизатор ставили то есть меряет конденсаторы вот видите на выходе 50 вольтовый конденсатор до 50 они поставили удивительно как это они так 28 вольт выходное напряжение умножьте на 256 они поставили 50 жалко было сюда вот мы следующем видео поменяем я поставлю сюда 63 вольтовые конденсаторы и туда и сюда и сюда и здесь потому что здесь на входе до 47 вольт стоит 50 вольтовый конденсатор это недопустимо вообще потому что в любом случае в два раза должно быть здесь на входе у них до 47 вольт понятно что если вы сюда 12 подадите или 15 или 20 он выдержит его нормально он 25 выдержит на 2 умноженное но у меня на входе 36 идет от велосипеда от электробайка вообще-то 36 не даже больше на 36 вольтовый считается но когда он заряжен в нем почти 40 вольт то есть полностью заряжены под нагрузкой на 39 и 9 дает а есть велосипеды 45 вольтовые как раз вот 47 вольт это микросхема выдерживает по входу умножайте на 2 то есть не меньше 100 вольт надо ставить конденсатор был 100 вольтовый во вторых вот это дурацкое расположение смотрите что эти идиоты сделали они дроссель выходную катушку дроссель поставили рядом с этим конденсатором эта катушка греется как сумасшедшая потому что через нее идет ток который заряжает ваши аккумуляторы опять же что нельзя было эту катушку развернуть хотя бы другой стороной не так чтобы она стояла вот так длину ну не умеет правильно трассировать платы они идиоты не понимаете плавые режимы косоглазые дебилы 2 канда 2 конденсатора вот этих можно было вот здесь поставить вместо бы хватило этот сдвинуть сюда а вот это второй сюда ну что что они вход выход можно было развести проводку это ж не высокочастотная плата здесь же не нужно это ж не радиоканал что здесь какие-то влияния вот а вот эту катушку можно было развернуть в обратную сторону чтобы она была вот так вот чтобы она были зазоры между ней чтоб они не грели эти конденсаторы это ужас какой-то это не 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 платы это какой-то кошмар причем у них на всех это платок сделано вот посмотрите еще одна плата вот та же хрень это другая плата это 40 15 та же хрень вот 50 вот кондер стоит прямо возле радиатора блять вот второй кондер стоит вот этот вот эта катушка она получше вот эта индуктивность она другой конфигурации она пластмассовая она не так ну короче она чуть-чуть другая на получивание кпд повыше вот индуктивность она не так сильно греется как вот это которая просто намотана на ферритовом сердечнике 50 витков или 40 ну неважно короче вот есть конденсатор нормально отведен более-менее от греющих элементов опять же вот этот кондер надо было перенести вот сюда по трассировке поставить а здесь микросхему сдвинуть сюда тогда бы этот индуктивность бы сдвинулась микросхеме и конденсаторы были далеко от греющих элементов но короче вот друзья мои ставьте вот такие радиаторы сейчас я вам покажу завтра будем вставить вот на вот эту плату вот такой радиатор вот смотрите вот такой радиатор будет красивый на ней стоять это тоже с ноутбука пока я еще не определился как его ставить вертикально или плоско скорее всего будем вот так вот эту плату будет вот это стоять снят из ноутбука и вот я еще один такой прекрасный на дыбал радиатор алюминиевый видите какой интересной конфигурации это с мониторов компьютера вот там такие шикарные стоят радиаторы и вот есть еще такой который тоже в принципе допустимо это стоял на телевизоре на транзисторе выходном видите какая интересная конфигурацию радиатора он здесь как бы вот дает дополнительные отсеванные элементы принять этот радиатор стоял по-моему на компьютерном блоке питания стационарном да ну короче неважно вот такие радиаторы в принципе они тут нормально станут даже этот можно вот так вот нормально положить его вот так боком пусть плата будет больше чуть-чуть но он будет нормально охлаждаться вот а вот этот можно конечно поставить и вертикально вот так вот но будет много места занимать но я вообще планирую его как-то вот так вот под средину платы занимал вот такими радиаторами будет всего в порядке они вот с этим говном что они нам предлагают сюда вот вам море радиатор ставки с таким радиатором микросхема умрет вы не заметите ну куда вот такой радиатор вот ну куда куда блять что он может охлаждать этот радиатор это радиатор максимум для этой микросхемы хоть она импульсная кстати не вверхте никогда говорят это импульсная микросхема поэтому она не сильно греется нагреться не потому не сильно что она импульсная потому что через у нее частота дискретизации 180 она просто разделяет эту волну которая подымается напряжением на ступени дискретизации 180 килогерц а то кто через нее все равно идет который она пропускает какая разница ступеньками он идет или так она и плюс ее в тон только что она импульсная в том что у нее кпд выше не путайте ток нагрузку и кпд вот у обычного преобразователя на транзисторах там каких-то примитивного кпд там 50 60 процентов этого 95 98 в этом и смысл его что у него коэффициент полезного действия хороший от по отношению входа к выходу греться он также греется как обычные схемы старые древние наши дедовские то есть если пустите сюда у тебя сейчас пустил два ампера пришлось вот менять потому что я не мог допустить я уже померил там уже было на микросхеме 80 90 градусов при двух амперах вот а я хочу нагрузить вообще 3 ампера в полном объеме и и нагрузить у нее три ампера по моему только на дает или 4 что-то такое ну посмотрим так вот ну с таким радиатором да нормально она будет работать вот рекомендую вам обязательно когда покупаете вот эти все преобразователи любые понижающие повышающие откапать у себя вот такие вот радиаторы вот и ставьте такие вот радиаторы потому что нельзя на таких радиаторов как вот дают вот кстати еще есть один радиатор супер красивый я завтра его зачищу поставлю вам покажу вот где он черный у меня был вот он ой красотуля какая посмотрите сейчас я уберу если видите он меньше по размеру вот он это тоже по моему с айбм писи 286 помоюсь видеокарты вот такой прекрасный радиатор смотрите сколько у него маленьких ножек есть которые отдают тепло то есть это эквивалентен в три раза большему обычному цельному такой красотуля завтра вот здесь будет стоять вот этот красотуля вот сюда станет и смогу я нагружать микросхему сколько хочу а если будет мало я сюда поставлю увидели вентилятор кулер который будет охлаждать все это дело увидели китайцы кстати делают на вот этих резисторах нагрузки которые продают для испытания этих плат для зарядки телефонов там у них стоит нормальный радиатор и кулер стоит но они стоят правда очень дорого все пишите вопросы не стесняйтесь у кого какие вопросы есть будет кстати скоро приобретен другой преобразователь с более высокими диапазонами по моему 60 15 ну я его найду куплю покажу вам он умеет повышающий преобразователь но не тот что я вам показывал на tp 30 м по моему какая она там 360 8 она там вообще мизерная такая микросхемка на ней даже радиатора не это какие охлаждать непонятно там токи до 3 до 100 миллиампер не больше а если и аналог там какой-то усиленный тому 60 какая-то серия и вот найду посмотрю я их закажу куплю они тоже там недорогие по 40 45 гривен но они типа вот этих они вот такие выполнены в таком корпусе планарном большом вот и на них можно радиаторы тулить хорошие это я к тому что многие люди ставят повышающий преобразователь пытается его нагружать током говорят он сгорает конечно он сгорает чтобы матери все вот смотрите вот только вот такие радиаторы только такие другого выхода нет иначе заряжайте по одному по 2 этих 18 650 я хочу сейчас вот 4 подсоединить без балансировки для балансировки у меня есть i max b6 то есть там я могу там ток немерено можно ставить и 3 4 5 ампер все будут вопросы пишите вот это все бесплатно эти все разъемы вот они тоже это все бесплатный юсб из компьютеров снятые вот эти все юсб тоже с компьютеров сняты без проблем то есть вот тот метод когда вот я делал еще один видите я на него поставил радиатор вот этот китайская сверху вот этот юсб разъем который выходит я его металл который вокруг него использовал для увеличения мощности радиатора этого видите но это не решает все равно вопрос в таком с таким юсб сверху этот радиатор может потянуть 1 ампер ток заряда то есть он тут греется я мерил его где-то градусов до 60 вот этот все-таки охлаждает видите какая у него интересная конфигурация у него юсб как бы два этажа и здесь он металлический он со всех сторон как бы он является охлаждающим элементом но такой хитро еврейский ход он тоже не прокатывает только на токе до 1 до полутора ампера все если выше все он уже не спасает завтра будем место него тоже ставить нормальный радиатор всем спасибо будут вопросы пишите не стесняйтесь